С докладом о проблемах и перспективах Севастопольского морского порта выступила директор Департамента промышленности и сельского хозяйства. Галина Карагодина подчеркнула, наболевшая тема – задолженность по зарплате в размере 39 миллионов рублей. Вопрос о её погашении остаётся открытым. Динамика процесса может быть прописана правительством только после согласования с федеральными структурами о том, что однозначное согласие Министерства финансов о том, что данная задолженность может быть погашена из бюджета. И только после этого будет составлен график, в том числе он будет и с вами согласован. Представили в докладе и цифры. В частности, в рамках федеральной целевой программы в 2015 году предусмотрено выделение 100 миллионов рублей на реконструкцию четырёх объектов – причалов, Угравской пристани, в Бухтах Голландии, Троицкой, а также в Артбухте. На 2016 в планах – начало строительства пяти пассажирских катеров, а также развитие перегрузочного комплекса в Малом Инкермане. В 2018-2020 годах предусмотрено выделение 325 миллионов рублей, из них на окончание работ в Малом Инкермане, окончание строительства пассажирских катеров, строительство пассажирского пирса на северной стороне, пассажирского пирса в районе Гресс, на месте пирса 57, строительство пассажирского пирса в Учкуевке, реконструкция вспомогательного причала для ремонта катеров 117 в Южной пухте, строительство пассажирского причала в Волоклаве, на месте причала 268 в Золотой пляж. На заседании депутаты единогласно приняли проект закона о жилищной политике в Севастополе. Согласно нормативного акта, профильные ведомства обязаны осуществлять контроль за использованием сохранности жилого фонда. Перепланировка, процесс изъятия помещений путём выкупа, подбор управляющих компаний будут находиться в ведении исполнительной власти. Также законом предусмотрено бюджетное финансирование на помощь гражданам по улучшению жилищных условий. Граждане, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 21 марта 2014 года, сохраняют право состоять на учете с сохранением очередности, а также основания учета гражданина в качестве нуждающегося, если это не противоречит законодательству Российской Федерации. Приняли депутаты во втором чтении закон об охране труда. Он определяет права и обязанности всех сторон трудового процесса. Согласно проекту, государственный надзор в этой сфере будет осуществлять профильная инспекция, а общественный контроль, профсоюзы и другие уполномоченные работниками представительные органы. Благодаря реализации пунктов нормативного акта, планируется снизить количество пострадавших на производстве. Обсудили парламентарии законопроект о гимне Севастополя. По мнению народных избранников, документ защитит произведение от неправильного применения. Представлен проект закона, который утверждает музыкальную редакцию текст гимна города Севастополя. Традиционно это наш легендарный Севастополь, музыка Вану Мурадели, слова Петроградова. Вам представлены музыкальные редакции гимна города Севастополя. Это партитура, которая представлена ее разработчиками, ансамблем песни и пляски Черноморского флота. Партитура оркестрового исполнения оркестра Черноморского флота. Партитура фанфары легендарный Севастополь. Закон о гимне города был принят единогласно. Не оставил сомнений у депутатов и вопрос присвоения Севастопольскому президентскому кадетскому училищу имени Федора Ушакова. Проект также был поддержан единодушно.